У нас очень часто говорят о каких-то объективных причинах возвышения Москвы и московского княжества. Детей просят отвечать на подобные вопросы в Едином государственном экзамене по истории, об этом пишут в учебнике, но суровая правда жизни состоит в том, что все, что вы знаете как объективные причины возвышения Москвы, не соответствует исторической действительности. Первой среди таких причин называют торговое и географическое положение, мол, оно было очень выгодным для Москвы, Москва находилась на пересечении торговых путей и поэтому, в общем-то, и возвысилась. Но на самом деле это неправда. Самый богатый торговый путь проходил по Волге. Москва-река, по справедливому замечанию русского медиевиста Александра Александровича Зимина, была всего лишь бедной внучкой Золушкой этой самой Волги. Торговый путь по Волге давал гораздо больше преимуществ, поэтому Тверь, Ярославль, Кострома, Галич, Нижний Новгород имели гораздо более выгодное торговое положение. А даже та скудная торговля, которая все-таки шла через Москву, полностью московскими князьями не контролировалась. Туда же добавляют выгодное географическое положение. Мол, Москва находилась вдали от возможных набегов татар, поэтому туда переселялись люди с юго-восточных земель Руси, в том числе разные умельцы, ремесленники и так далее. Ну, мне лично решительно непонятно, почему эти самые ремесленники будут бежать в Москву. А не в более безопасную, с точки зрения географического положения, Тверь, и, кстати, довольно более богатую, не в Галич, тоже более безопасный, и не, в конце концов, в Великий Новгород. Он вообще, с точки зрения защиты от набегов Орды, самое безопасное место. Да оттуда монголы не доходили никогда. Хорошо, торговое и географическое положение не подходит. Может быть, у Москвы были какие-нибудь важные экономические ресурсы, которые позволили ей возвыситься. Ну, тоже не совсем так. Матвей Кузьмич Любавский писал, что московское княжество сложилось на землях, которые обладали сравнительно скудными природными ресурсами. Здесь относительно мало было хлебородной земли, преимущественно на правой стороне реки Москвы. Не было таких больших промысловых статей, какие были в других княжествах, соляных источников, рыбных рек и озер, бортных угодий и так далее. Очень важным ресурсом в то время была, например, соль. Соль была у Галича, соль была у Вологды, соль была у Нерехты. Соль была также в районах Северной Двины, Русы и Переяславля. В московском княжестве на территории Москвы, Московской области соли не было. Также немаловажным промыслом было бортничество, по-простому добыча мёда. Бортничество развивалось особенно сильно в районе Рязани, Мурома, районе Оки и Среднего Поволжья. На территории московского княжества бортничество тоже развивалось, и развивалось неплохо. Не так, как в тех регионах, которые я назвал, но всё же. Но дело в том, что Москва никогда не экспортировала мёд. А москвичи тут же в основном варили алкогольные напитки из этого самого мёда. Пить москвичи любили. В 1433 году, согласно сообщению некоторых летописей, москвичи пропили Великое княжение. А в 1445 году пропили Великого князя Василия II, потому что переперись и проиграли битву ордынскому хану Улу-Мухаммеду. Вдумайтесь, московским князьям не хватало даже такого ресурса, как лес. Степан Борисович Веселовский писал, что в результате хищнического истребления лесов, строевой лес в Подмосковье, главным образом сосна и ель, уже в первой половине 16 века стал редкостью. Уже в 70-х годах века 15-го московские князья издают заповедные грамоты, которые ограничивают вырубку лесов, потому что леса не хватало. Также москвичи довольно быстро выбили дорогостоящего пушного зверя. Бобры в последний раз упоминаются применительно к московскому княжеству в начале 15-го века. А знаменитый Герберштейн писал, что в московском княжестве нет зверей, имея в виду пушных зверей, кроме зайцев. Если говорить о рыбной ловле, москвичам с этим тоже не очень-то повезло, потому что крупнейшие места, где можно было нормально ловить рыбу, были связаны с крупными водоемами, крупными озерами или крупной рекой вроде Волги. У москвичей не было крупных озер, а река Москва была довольно мелкой. Если говорить о вооружении, ну, чтобы возвыситься над другими княжествами, ведь нужно вооружиться, то для этого нужна руда. А в Северо-Восточной Руси вообще с рудой была довольно серьезная напряженка. Было три более-менее значимых источника болотной руды. Это Серпуховской источник, Белоозерский источник и источник, который находился в Устюжне-Железопольской. Вслед за несостоятельными версиями по поводу удобного местоположения Москвы, выдвигается следующая версия. Мол, москвичи просто быстрее остальных княжеств перешли к системе трехполья, которая действительно гораздо более прогрессивная система землепользования, и перешли к более развитым, к более хитрым и сложным орудиям обработки земли. Так Павел Петрович Смирнов писал, что лемих или саха-касуля до навоз на крестьянском поле сделали калиту самым богатым князем в русской земле. Проблема была только в том, что Павел Петрович писал в начале 20 века. А сегодня нам абсолютно понятно, что во времена Ивана Калиты никакой сахи-касули на территории московского княжества не существовало, а землю пахали обычной двузубой сахой. Если говорить о системе трехполья, то даже в середине 15 века она не была распространена на территории Руси. На территории московского княжества она начинает распространяться как раз в первой четверти 15 века. К тому моменту лидерство Москвы на Руси уже было абсолютным. То есть трехполье никак не могло возвысить Москву. На момент, когда оно распространялось, в общем-то Москва уже была возвышена. Не было у Москвы все очень здорово и с институтами. Пока в Пскове и в Новгороде к началу 15 века уже сложились какие-никакие, но система кодифицированного права в Москве подобных систем не было вплоть до судебника Ивана Третьего. Вообще говоря о богатстве Москвы, можно упомянуть такой критерий определения богатства города, как количество каменных построек. При Иване-Калите, например, действительно строят множество каменных храмов. Но после него, особенно после Дмитрия Донского, каменное строительство в Москве фактически было приостановлено на столетие. То есть город попал в так называемую столетнюю бедность. Еще один экстравагантный аргумент приводят авторы школьного учебника по истории Данилов и Арсентьев. Они пишут, внимание, в Москве, в отличие от других княжеств, со временем сложился твердый порядок передачи власти от отца к старшему сыну. Это позволило московскому княжеству избежать дробления, подрывавшего силу других княжеств. Аргумент фееричен своей неправдоподобностью. Дело в том, что никакой традиции наследования от отца к старшему сыну в Москве не сложилось вплоть до Василия Второго. Вернее, вплоть до конца правления Василия Второго. Это важно. До Василия Первого престол передавался два раза от брата к брату и три раза от отца к старшему сыну. Просто до смерти Василия Первого москвичам везло. Вообще, главное противоречие родового принципа наследования и наследования от отца к старшему сыну, что в первом случае череда наследников более широкая, и сначала наследуют все братья, а потом только все сыновья по старшинству. И так получалось, что в Москве старший член рода был одновременно старшим сыном действующего великого князя, ну, вернее, умершего великого князя. А если престол переходил от брата к брату, то великий князь просто умирал бездетным. А вот когда умер Василий Первый, у него были дети. И была духовная грамота Дмитрия Донского, где он строго закрепил именно родовой принцип наследования. Он прямо написал, что после его сына Василия Первого на великокняжеский престол должен взойти другой сын Дмитрия Донского, то есть Юрий Дмитриевич. И по этому поводу в московском княжестве была война на протяжении 25 лет. Извините, но никакой твердой традиции наследования престола это объяснить нельзя. Хорошо, эти объективные причины для возвышения Москвы не подходят. Но ведь какие-то причины у возвышения этого города должны быть, наверняка скажет кто-нибудь из вас. И да, действительно, какие-то причины должны быть. Например, очень умелая политика, которую проводили московские князья по отношению к татарам. Они довольно верно служили этим самым ордынским царям, как их называли в русских летописях. Если говорить об объективных причинах, все объективные причины были для возвышения у Твери. И Михаил Тверской, да, таки возвысился над другими русскими землями. Но вмешались татары. И я не думаю, что их можно назвать объективным фактором. Вмешались, в первую очередь, по вине москвичей. Потому что у нас все, например, помнят Куликовскую битву. Но немногие помнят, что Михаил Тверской за много лет до Куликовской битвы разбивает ордынское воинство. Почему об этом не вспоминают? Да потому что разбивает он не просто ордынское воинство. А он разбивает в битве войско, объединенное москвичей и ордынских татар. И тогда он пленил жену московского князя, которая каким-то образом оказалась, ну, знаете, сестрой хана Узбека. И эта самая сестра хана Узбека Кончака в плену умерла. И после этого у Михаила Тверского все как-то с карьерой не задалось. Ему пришлось ехать в Орду. Там его в Орде убивают люди, важно, московского князя. Даже не ордынский царь его убивает. Ордынский царь вроде как не решается. А вот люди московского князя с радостью. И после этого начинается закат Тверского княжества, который окончательно закончится восстанием в Твери 1327 года. Тогда, к слову, москвичи поддержат ордынцев и вместе с Ордой пойдут давить это самое Тверское восстание. Мне очень нравится, как это объясняется в некоторых учебниках и некоторыми публицистами, мол, тверские жители, дети жители Твери были недальновидными. Они слишком рано подняли восстание. Орда еще была слишком сильна, а рысь слишком слаба. У меня логичный вопрос. А выступление на Куликовом поле, оно было дальновидным? Как же? Конечно, дальновидно. Мы же победили. Но ведь через два года, всего через два года после победы на Куликовом поле сгорела Москва. Это действительно дальновидно? Вообще, если мы говорим о таких вот субъективных сюжетах, которые определили, почему победила Москва, а не Тверь, нужно обязательно упомянуть сюжет с сыном Михаила Тверского, Дмитрием. Дело в том, что после Михаила Тверского ярлык на великое княжение перешел московскому князю Юрию. Напоминаю, именно из-за Юрия Михаила Тверской в Орде, в общем-то, и погиб. Дмитрий Тверской, Дмитрий Грозный Отче, как его потом прозовут, отдает часть выхода, вот этого Тверского выхода, в Москву. А московский князь берет и как-то не передает этот выход татарам. Дмитрий Грозный Отче, узнав об этом, скачет в Орду к хану Узбеку и говорит хану, что посмотри, что москвичи делают, они тебе выход не отдают, потому что мы-то готовы в платить, а они вот что-то утаивают. И хан Узбек, в общем-то, видя такое вот недоразумение, передает ярлык на великое княжение этому самому Дмитрию Михайловичу. И тут в Орду въезжает Юрий Московский. И Дмитрий Михайлович Грозный Отче достает свой меч и убивает Юрия Московского, потому что именно Юрий Московский был виноват в гибели Михаила Тверского, отца Дмитрия. Хан Узбек наказывает Дмитрия Грозный Отче за произвол, потому что вообще-то никому не позволено тут вершить судьбы, кроме самого хана. И в итоге Дмитрий Грозный Отче в Орде погибает. И ярлык на великое княжение вновь переходит москвичам. Что бы было, если бы Дмитрий Грозный Отче не решился бы убивать Юрия Московского в Орде? Никто не знает. У Твери были все шансы на то, чтобы победить в борьбе против московского княжества. Вообще, рассматривая исторические процессы задним числом, у нас принято рассматривать борьбу разниличных русских княжеств как борьбу за право объединять Русь. А вообще-то объединять Русь никто из князей долгое время и не стремился. Московские князья начали об этом открыто заявлять дай бог при Иване Третьем. А до этого русские князья просто-напросто боролись за власть, боролись за земли, которые могли оттяпать. Могли получить землю, шли и получали. Военным путем скупали эту землю или путем наследования, как угодно. Это не было процессом собирания русских земель. Новгороду, например, вообще было плевать на все эти процессы, которые происходили на Руси. Новгород не собирался никого объединять, он не собирался ни с кем объединяться. Он неплохо жил на транзитной торговле с Западом, с Гандзейским союзом, тем же, например. Вообще у нас нет никакой уверенности, что Русь должна была быть объединена в том формате, в который мы это увидели в Московском царстве, а позже и в Русском, Российском царстве. Потому что главным фактором для такого объединения была внешняя угроза со стороны Орды. Дмитрий Донской собирал разных князей на бой против Мамая под вполне себе понятным всем князьям предлогом. Мы можем вот тут вот победить Мамая, и мы не будем платить выход в Орду. Под этим предлогом русские князья готовы были уступить некоторые права князьям московским. Потом большая часть этих удельных князей о таком своем решении пожалела, потому что при Иване Третьем не осталось никаких удельных князей. Ну, практически. Так что главная причина возвышения Москвы кроется не в процессах, которые происходили на территории Руси, а в процессах, которые происходили на территории Улуса Джуча. Процесса, связанных с ордынцами, с ордынским войском. И вообще историю Руси не стоит изучать в отрыве от истории Орды, потому что мы тогда находились с ними в одном государстве. А если искать какие-то объективные причины возвышения московского княжества задним числом, то я таких, к сожалению, назвать не могу. Я ведь не автор школьного учебника по истории. Как-то так.